Симаин призвала российские IT-гиганты помочь СМИ. Статья на РИА новости за 1 декабря 2020 года. Вот она прям только что появилась. Видимо, наверное, мой канал слушают. Крупные отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ и информационного суверенитета, если создадут платформы, которые превосходили бы западные аналоги, считает главный редактор МИА «Россия сегодня» и РТ Маргарита Симоньян. Усилия государства, даже если они будут исчерпывающими с точки зрения законодательной, с точки зрения правоприменительной практики, с точки зрения борьбы с некорректной, неправильной, незаконной конкуренцией, даже если все это волшебным образом мы победим, как победили фашизм, этого мало. Потому что нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невразимо круче, сказала она на круглом столе двухцветный мир «Борьба за правду», который проходит в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Восточный мир, по ее мнению, уже рванул далеко вперед по сравнению с технологиями YouTube, Instagram и WhatsApp. В пример она привела собственные платформы, которыми пользуются в Китае. Это надо сделать, присоединить к этому усилия государства, и тогда, через год, максимум через два, мы с вами и не вспомним, как мы справедливо волновались и переживали о том, что информационное пространство нашей страны нами утрачено, и утеряна информационный суверенитет, добавила Симоньян. Год-два? Да я не доживу. Вернее, я доживу, мой канал нет. В последнее время отечественные СМИ часто сталкиваются с цензурой на таких популярных платформах, как Twitter, Facebook или YouTube. Их аккаунты блокируются, к материалам ограничивают доступ. Такие проблемы испытывают как минимум два десятка СМИ, в том числе РИА, Новости, РТС, Спутник и Россия-1. Роскомнадзор неоднократно требовал снять эти ограничения и подчеркивал, что западные интернет-платформы должны строго соблюдать российское законодательство, запрещающее цензуру. На днях ведомство обратилось к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь в создании и популяризации отечественных видеохостингов, на которых СМИ могли бы вести свои каналы. Неужели сделают такое, куда мы сможем стримы свои запускать без ограничений? Даже не верится. Симоньян призвала российские АТ-гиганты помочь СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова